Какие у вас есть пожелания к новым депутатам, которых избрали наконец и вообще голосовали ли вы? Да, я голосовала, работала на этих выборах. Какие пожелания? Ну, чтобы они продолжали так же работать, как и работали, выполнили все свои обещания. Ну, я не очень уверен в эти наказы, потому что все до выборов обещают, а потом ничего не делают. Дороги бы быстрее отремонтировали, которые начали. Вот знаете, дороги лучше сделали, а во дворах вот голову сломаешь, голову, особенно в гололед, все, все, больше у меня ничего. А вы голосовали? Обязательно. Нет, не хотела, потому что я никого не знаю, за кого голосовать, какие у них программы, чего. И большинство таких. Ближе к народу надо быть, побольше, чтобы спрашивают мнение народа. Что у нас освещение плохое, маршрутки плохое, чтобы зарплаты побольше были. И голосовать, чтобы они чувствовали ответственность перед людьми. Судебные системы надо реформировать. А что с ними так, на ваш взгляд? Может, еще что-то, какие-то пожелания? Какими они должны быть? Они должны быть с народом. Никаких требований нет и пожеланий нет. Я думаю, что они лучше нас знают, все наши проблемы. Я уверен, что сегодняшний созыв, он достаточно сильный, профессиональный. Я уверен, что и город, и область будут себя чувствовать очень хорошо. Депутаты должны, знаете, они вот увидят что-то локальное. Вот увидели грязную остановку с пучей мусора. И вот каждый депутат должен понимать, что вот таким образом, очищая локально, и город станет чище. Социальные выплаты, как бы, чтобы оплачивали с дороги, в порядок привели. И в город, чтобы тоже в порядок привело. Побольше участвовать в жизни простых людей. Уделять внимание воспитателям, учителям и врачам. Мне хотелось, чтобы они больше внимания уделяли к простому народу. То есть, к их жизни, к их пожеланиям. У нас есть с вами конституционное право решать вот в таком формате нашу судьбу. В том числе, связанную с нашей социальной, экономической жизнью. Но если у тебя есть такая возможность, почему ты ее не используешь? Задаю себе вопрос. Прийти 5 минут, потратиться то, чтобы проголосовать, не ставляет никакого труда. Не как-то в целом сидеть, вы знаете, на своих там каких-то заседаниях. О чем-то подумали и такие разошлись по домам. А вот увидел что-то и сделал, проезжая мимо на машину. Депутат должен быть честным, порядочным. То есть, за гражданину, чтобы помогал в проблемах, в решении. Ну, все, наверное.